народ всем привет в одном из своих видео вернее автовлогов я заикнулся о том что я добавляю двухтактное масло в соляру своего автомобиля и что позитивно сказывается на состоянии моего сажевого фильтра с момента выпуска этого видео у меня мне задают постоянно вопросы соответственно решил записать видео ответ на на эти вопросы чтобы как бы немного прояснить ситуацию сразу говорю это не обучающее видео каждый делает все на свой страх и риск в общем существует большое количество производителей двухтактного масла там украина россия не знаю даже кто хату выпускает германия китай штаты она бывает разных цветов да там темно-синяя красная нейтральная да вот это вот и вот это вот зеленоватое ну давайте так вот поднесу не знаю видно или не видно тяжело как-то это все описать но цвета приблизительно такие значит все эти масла сертифицированы до или прошли исследования по стандартному аппетиси на всех абсолютно баночках есть не буду показывать поверьте мне на слово я только что все проверил значит основная задача двухтактного масла попасть цилиндропоршневую группу смазать в составе воздушно-бензиновой смеси до смазать цилиндропоршневую группу сгореть по максимуму без дыма а что прошло кстати на многих и многие производители пишут что имеет комплекс присадок понижающие количество выхлопов но имеется то не выхлопов задымленности или как-то так выразиться в общем добавляя масло в пропорции приблизительно 30 20 30 кубиков на 10 литров топлива отмеряем вот таким вот шприцом либо таким вот шприцом все вы их видели но это стеклянный старый совковый это обычный пластиковый добавляю я такими шприцами добавляю перед заправкой можно после заправки ничего страшного не будет если вы заправите после заправки но усредненно я говорю о том что я добавляю 20 кубов усредненно на 10 литров так чтобы было понимание я пробовал добавлять больше или меньше но сказать что там какой-то супер-купер результата того что добавляю больше я не получил машина не характер машины и режим работы двигателя там эластичность его и так далее и тому подобное ничего не изменилось то есть двигатель работает так же может быть чуть-чуть мягче но это все на уровне такие знаете микро микро ощущение можно даже на самообмана не знаю двухтактное масло я добавляю по следующей причине каждый день у меня один и тот же маршрут я проезжаю один и тот же маршрут утренний когда я езжу без двухтактного масла я ездил без двухтактного добавление двухтактного масла солярку я начал замечать что у меня регулярно включается работает система очистки сазового фильтра в автомобиле ощущает это следующим образом поднимаются холостые обороты и именно это не связано там включение вентилятора либо кондиционера а просто поднимаются холостые обороты и машина определенный промежуток времени но сливает топливо в сажевый фильтр для того чтобы его очистить значит мой маршрут практически всегда одинаковый он порядка 35 километров и где-то последние километров двадцать я иду в усредненно одинаковом скоростном режиме то есть там 80 километров в час я иду там постоянно но может быть быстрее где-то чуть чуть быстрее в общем по приезду в офис я останавливаюсь и я слышал о том что у меня работает ну включена система очистки сажевого фильтра с момента когда я начал добавлять двухтактное масло такой эффект у меня пропал я съездил пару раз побывал на станции подключал диагностическое оборудование и с двухтактным маслом состояние сажевого фильтра у меня было 0 грамм сажи то есть масло добавляя в соляру выполняет у меня две функции первая функция это дополнительная смазка потому что все дизельное оборудование вся топливная система дизельная и насосы высокого давления и форсунки они все смазываются за счет топлива которое через них проходит и чем выше уровень топлива да то есть евро стандарт топлива и так далее и тому подобное тем тем меньше в нем содержание серы которая в определенной небольшой пропорции или части выполняет роль смазки добавляя двухтактное масло я увеличиваю жирность соляра если так можно сказать или улучшают смазывающие свойства соляра и и убивая его у второго зайца масло помогает вы прожигать не да или избавиться от сажи в сажевом фильтре то есть она смазывает и бездымно сгорает и процессе сгорания то есть вот все все отходы отходы выхлопные газы все 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 оно выгорает сажевом фильтре потому что я добавляю двухтактное масло каждый сам для себя может определять определить добавлять или не добавлять двухтактное масло в соляру я добавляю в это ж turn очень много разных дебатов кто-то говорит что она сильно за засудиться же фильтр кто-то говорит что не засоряет кто-то добавляет там 50 100 грамм двухтактов масла mesmo dara что-то добавляет вообще обычное моторное масло them 4тактная или там 15 в 40 просто добавляет 50 60 грамм. В общем, я для себя решил, что я добавляю двухтактное масло. Я уже был три раза на станции техобслуживания. Три раза я проводил диагностику чисто для себя. Каждый раз у меня уровень засоренности сажевого фильтра или наполнения сажевого фильтра был в районе нуля или там 6 грамм. То есть, первый раз я приехал, было 8 грамм. Второй раз я приехал, 6 грамм. Третий раз я приезжал, у меня было 0 грамм. При этом, как бы, на трассу я не выезжал. Таких режимов суперскоростных у меня не было, чтобы выжечь именно скоростным режимом, высокими оборотами, нагрузкой и так далее и тому подобное. В общем, выбор за вами. Вы можете самостоятельно определить да или нет. Я не помню, говорил я о цене или нет. По цене там 2,5 или 3 доллара, 4 доллара, 8 долларов, 10 долларов. Ценовая категория разная, но при этом они все соответствуют одному стандарту А5С, да, стандарту. Соответственно, как бы, базовые характеристики у всех этих двухтактных масел одинаковые. Цвет не имеет значения. То есть, есть, да, прозрачненький, есть зелененький, есть красненький, насыщенно красный цвет. Давайте вот так вот. чтобы не говорили, что там красный на фоне красного, да. Вот красный, вот прозрачный, ну, такой базовый цвет масла. Еще не оксидированный. Есть темно-синий, он смотрится сине-зеленым, наверное. Все это двухтактное масло, которое я нашел у себя в гараже, тем, которым я постоянно пользуюсь, и я могу абсолютно смешать любое из этих масел в любой пропорции. Ну, с другим маслом. Я не переживаю, оно у меня все добавляется. Что-то я использую для бензоинструмента, ну, то есть, мото-коса двухтактная, да. Что-то я использую для дизеля. То есть, я не вижу никаких абсолютно проблем. По ощущениям, по качеству, я, к сожалению, тоже не заметил никакой разницы в ценовом диапазоне на дизельном двигателе, то есть, при добавлении в соляру. На бензиновом тоже особо не чувствую разницы в масле. Дело в том, что если в бензиновом варианте мы добавляем, грубо говоря, 20 кубиков, ну, если шприцом, да, 20 кубиков масла на литр бензина, да, то есть, пропорция достаточно, ну, существенно, то добавляет 20 кубов масла на 10 литров топлива, не на литр, а на 10, то есть, 10 раз больше, да, то пропорция очень мизерная. В отношении вопроса там дыма, наличия дыма и отсутствия дыма, в отношении увеличенного расхода или уменьшенного расхода и в отношении мягче двигатель или не мягче работает, скажу следующее. Чисто по моим субъективным ощущениям при добавлении двухтактного масла на низких оборотах двигатель чуть-чуть более эластичнее, чуть-чуть более работает как-то мягче. Но это мое чисто субъективное мнение. В отношении расхода разницы абсолютно не заметил. Кто-то говорит, что расход чуть-чуть повышается, кто-то говорит, что расход понижается. У меня машина евро пятого стандарта, я не чувствую разницы по расходу. Это на грани фантастики, там что-то отследить. В отношении дыма, опять же повторюсь, машина евро пять, дыма я еще ни разу не видел из машины. Ну, то есть, при запуске, при пробеге в 200 с чем-то тысяч, уже в районе 205 тысяч, дыма нет вообще. Есть пар в зимнее время и в холодное время, есть пар из выхлопной трубы, который через несколько минут пропадает, а выхлопа вообще никакого нет. Знаете, еще хотел что сказать. Чудо при использовании двухтактного масла никакого не произойдет. Были бы тут специальные какие-то присадки, типа как здесь, или это было бы голое, как бубен масла, такое, или это немцы, которые ничего не покрасили, или американцы, у которых все супер насыщенного цвета, да, ну, то есть, давайте вот так вот я поставлю, чтобы вы поняли. Надеюсь, камера может зафиксировать, да, и вы увидите, насколько вот, ну, это зелененький, но он такой более прозрачный, а вот тот менее прозрачный. В общем, народ, сразу говорю, чудо никакого не произойдет, и вариантов, что вот, у меня все было забито сажей, и надо добавить там не 100 грамм, не 20 грамм масла. Давайте я обслуживаю. Вариант, что я добавлю там не 20 миллилитров масла, да, а добавлю там 100 грамм, и у меня все сразу очистится, не будет. Ребят, процесс выжигания сажи, это достаточно длительный процесс, скажем так, у дилеров и на станциях техобслуживания, в частности, по Рено, процесс выжигания сажи занимает несколько часов. И это выглядит следующим образом, подключается диагностическое компьютерное оборудование, проверяется, нет ли в моторном отсеке подтеков масла, если все хорошо, они раскручивают двигатель до высоких оборотов, ну, то есть, приближенным к красной зоне или где-то рядышком, да, и в принудительном порядке подают топливо на сажевый фильтр, то есть, высокая температура плюс дизельное топливо, которое попадает в сажевый фильтр, приводит к тому, что сажа выгорает, и это длится, может длиться час, да, то есть, какими-то рывками, какими-то циклами, несколько раз, и так далее, и тому подобное. Поэтому рассчитывать на то, что вот вы сразу 20 кубов загнали, и очистилась, выгорела сажа из выхлопной системы, и выгорела, часто вот бывает, что сажа остается на верхней, на головке, на головке блока цилиндров, там, и она тоже сразу выгорит, забудьте, то, что откладывалось сотнями моточасов, скажем так, оно и будет выгорать, сотнями моточасов, поэтому рассчитывать на чудо, что вот добавил и сразу, не надо. Я просто себе взял за правило, каждый раз заезжаю на заправку, я добавляю, в зависимости от того, сколько заливаю топливо, я добавляю там 20, 30, 40, 50 кубов, 60 кубов двухтактного масла. Кто-то может сказать, что это мало, кто-то может сказать, что это много, это чисто субъективно, сколько я добавляю. А вы самостоятельно для себя можете определить, достаточно это или нет. Пробуйте, экспериментируйте, ничего, ничего такого космического и плохого от того, что вы добавите двухтактное масло в дизельное топливо, не будет. Двухтактным маслом вы ничего не испортите, добавляя его в небольших количествах, но и ожидать супер чудо эффекта от него не стоит. Это не панацея и не лекарство от ваших ветвей. Если у вас проблемы с двигателем, нет компрессии или что там еще происходит, плохая тяга, в первую очередь надо подходить к этому вопросу комплектно, проверять всю топливную аппаратуру, систему впрыска, систему запуска, я имею в виду свечи накала и так далее и тому подобное. Это просто для того, чтобы чуть-чуть улучшить свойства дизельного топлива, смазывающие свойства, и для того, чтобы выжигать сажа, которая может образовываться или образовывается в сажевом фильтре. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok